Субтитры делал DimaTorzok Быстротечно прошел и хэндфейсы его, я так понимаю, выиграли Выбирают себе сторону дефа, карта кэш будет единственная одинокая карта B1 противостояния в нижней сетке Игра последнего шанса, где одни покидают турнир, а другие продолжат борьбу в финале этой самой нижней сетки Все, поехали, боевые рестарты, давайте смотреть PvP стайл против хэндфейс и все решится прямо здесь Так, сейчас я кое-что сделаю Все, погнали В общем, был опыт уже у PvP стайл вчера на кше, который мы с вами видели Была потная заруба, поэтому жду таковой и здесь И что у нас решает атака? Атака у нас решает неспешно разыграть этот раунд Бомба причем несется под точку B почему-то и похоже здесь Похоже здесь ждали быстрого раунда с этой стороны, потому что выстреливает гигантское количество Кутиани, CH патронов, на меду еще и дым был заранее заготовлен, то есть с раскидами этот раунд решали провести И флешечка под раунд точке B была тоже заготовлена, но как будто что-то знали PvP стайлы уже две гранаты выманили И флешку, и дым, и все это дело отсутствует Осталось... Ну, то есть расчет у дефа был на быстрый раунд И они его хотели контрить без постановки бомбы Диффузов никто не купил Все это дело PvP стайлы выманили А, не, еще молотов Такие пироги, начинается расстрел просто по винтрум По головам здесь ходят с каплей Ну и да То, на что надеялись, то, в общем-то, и случилось То есть две гранаты потратили, дым на меду, чтобы не было сплита на точку B или на точку A Ну, там мог реализоваться подсад, и к этому человек был готов Заготовили молотов и флешку под точку B И в эту самую ловушку расставленные PvP стайлы все-таки пришли Ну и раунд отдали Никого, кстати, не убив, то есть абсолютно чистая таблица Ну, PvP стайл clean and easy закончился для хендфейсов Ну и потому, что они играют за стороны дефа Довольно-таки удобная ситуация, когда соперник бомбу не ставит, а ты никого на пистолетке не отдаешь Экономика сейвится, даже если в первом оружейном раунде они будут проигрывать То, скорее всего, следующий уже какой-то будет пятый по счету раунд в этой половине проведут на девайсах Поэтому задача у PvP стайлов усложняется Ну и пока что не видно этим прекрасным у меня, правда, пасмурным утром Какие же мысли возникают у стайлов Ну, в общем, возможно, будут раздупляться чуть-чуть попозже Здесь у нас агрессия и контрагрессия под точкой B Размены неравноценные, опять-таки в пользу дефа Ну, потому что у них девайс потяжелее Тем не менее, пробивается, как говорится, с другой стороны Абсолютно И забирается точка A Ну вот в чем проблема Бомба, сброшенная на меду заранее, да И кто-то не хотел ее дать сопернику, заходя на точку Но насколько же по факту это является ошибочным решением Когда, в общем, ну, ты точку занимаешь, а бомбы у тебя нет И стоишь как дурак и думаешь, а что я здесь делаю 2-0 Последнего тоже убирают Ну и даже денег не приходит по PvP стайлам Хендфейсы здесь, во-первых, и сами неплохо разменялись Во-вторых, и не дали сопернику бомбу поставить А точнее, сам этот соперник не дал себе эту самую бомбу поставить Ну такое Такое В общем, зачем нам соперники, если мы сами себе можем привести поражение просто Это вот из серии, как вчера, допустим Я просто там, ну Уже поздно ночью смотрел одну демку Там прикольный момент был, когда Ну тут расстрел просто на легких пистолетах Попытка занести все-таки бомбу, скорее всего, будет реализована Потому что бомб керри уже на планете И есть контакт Да будет свет, сказал Электрик Ну и расстрел последнего на фолте Так вот, там был момент, почему плотная борьба была Там PvP стайла Вчера свою игру без техвина, скажем, могли Ну, без техвина могли пройти в следующую стадию В сегодняшнюю Вот таких вот раундов, как сегодня, уже было там несколько Когда Ноэн, допустим, оставался на бомбе один в один сотый Сто хп с эмкой в руках против Калаша где-то с двадцатью хп И причем Калаш его убил не в голову, а в тело То есть они, как знаменитые мулики, знаете, про повышение Когда на нюке, на точке А, два человека друг друга Пятьдесят патронов из П-90 зажимают И потом все-таки один другого убивает У него повышение Сильвера первого на Сильвера второго Вот мне что-то напомнило в этом роде Поэтому тут как бы Бывают интересные случаи 3-0, смотрим полноценный оружейный раунд Наконец-таки вот атаки И с той и с другой стороны у нас присутствует по Стреляющей палке с биноклем Ну и хорошее отымление от атаки В общем, эти смоки уже тоже по гайдам Довольно-таки известным Все повыучили флешки через них Но контриться довольно-таки неплохо Видя смоки, прекрасно понимают, что надо в них не соваться Панчер просто-напросто держит пиксель Вентрум И этот самый пиксель ловит Его никто не удосужился отфлешить и отогнать Перед тем, как этот самый Вентрум занимать Вдвоем у нас атака остается Сильно тут психует Ноэн Вырезает просто-напросто красный ящик В щит И может задуматься о сэве Потому что позиции даже никаких не заняты Даже полупозиции не заняты То есть даже до мейна здесь особо не дошли Подсаживается авик повторно И попытка этой самой реализации Скорее будет позже Ну, синхронный выпад Через верх и низ Прекрасно знает, что мид укреплен Но вот опять-таки рука-лицо Хендфейс Название команды Правда, у соперников И пвп стайл Синхронный выпад Все придумали, хорошо А стрельба Просто сделала То есть ни авапер Ни человек снизу По крыше не попали Растерялись 4-0 И опять-таки для хендфейса Все сказочно В отличие от их соперников Женя болеет Вот и не попал Пишет нам фанатка коллектива Пвп стайл Пистолеты А не играя на тайминг Бомбы Этой самой Вот Нет Поставлена бомба Хорошо С оставлением одного Здесь все четко То есть В пленте человек Только должен Отвлекать внимание И давать информацию Откуда десантируется Откуда падает На опенфе пропускает Он делает разменчик И пошел врыв По всем фронтам Удержит его пистолеты Или нет Ну Мне кажется Немного Немного не с той стороны Пошла Пошла контра То есть В первую очередь Именно на пленте Дэнсмен должен был быть И слева-права Появляется мишень Развлекать своих соперников Но уже Когда эти самые соперники Будут смотреть на него Тогда уже должен был Открываться вентрум Но здесь получилось Что открылись они синхронно И внимание больше Было привлечено Как раз таки к вентруму И Сплэнта человек Сплэнта человек Не настрелял Потому что Ну тэки в руках И в общем Тяжелые арморы И все дела Еще и дистанция Довольно не близкая 5-0 Пока хендфейсы Проблем Абсолютных не знают Очередной оружейный заход Для коллектива Пвп став На этот раз Без снайперки Ну Настолько скудная Реализация была Ее в прошлом Девайсном Что в общем Опять смотрите Поняли прикол Да То есть Вот заранее Заранее они себя хоронят Ну Понятно что Сейчас будет играться Контроль карты И стояние до контакта Но Нет Бомба все таки Подбирается Да Ну вот здесь Более менее Неплохо С другой стороны Вопрос возникает Почему бы ее сразу С собой не поносить Ну То есть коллектив Не имеет четкого Бомбкерри Четкого плана Бомба достается Кому чья Пускай лежит Опа 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 Зря сменил Авик на пистолет Ну и наконец таки Атака у нас потихонечку Начинает оккупировать Точку Б Не имея никаких раскидов Не может зонировать себе Хелпу По этому моменту В общем Через Через подстраховку Друг друга Выходит Ну вот беда приходит Немножечко с другой стороны Горит уже спина Тем не менее Есть контроль Вентрума И бомба по прежнему Не поставлена И непонятно Здесь как форсировать Вот эту вот точку Потому что стоит АВП И выкидывает оно В трубу Все попытки Просочиться Как минимум Одного человека Ну и игра в тело До контакта Здесь ничего более У спины Как минимум Проход в плент фиксится И последний Человек В пленте У нас от атаки Остается Это Ноен Ну и вот я говорил Только об его клатч Первого закрывает А второго не знает Абсолютно где он Но А инфы то и не было Да Ну и вот Начинает открываться Потихонечку Сокращает дистанцию До Ноена И тот Пропустит себе влево Погинет я думаю Да Пропускает влево Бум Ааа Нет Ноен И все таки Ноен этот клатч не тащит О май гад 6-0 Чувак с АВП С пистолетом Ноен с калашом Ммм Это просто без комментариев Ну просто Ноен Поймал вот этого вапера Когда он W прожимал И Свичился на P250 Он ему прострелил Ногу Правую Застанил Того Тот В общем в полупозиции Не мог ничего сделать И моментально Мансанулся Не поняв этого момента То есть настолько Ноен Не понял момента Что на него бежит Чувак с пистолетом Ну или в полупозиции То есть он не заметил Что у него было в руках Ну и здесь открытие Наконец-то кавик Начал работать Доброе утро Сиксей Опен фраг Для ПВП стайла Это хорошая новость Потому что это Первый единственный раунд Который они начинают С опен фрага Но моментальный размен Вот Чико Бано Вдоль Чико Бано Хороший ник И в общем Будут продолжать 4 в 4 Но Ничего страшного Как бы особо не произошло Атаки приходится здесь Рассыпаться на 2 полупозиции Ну и в общем Вскрытие точки А пока что С промежуточным результатом Одного убили Второй мансуется По-прежнему в плунте Непонятно почему Его не давят мясом И выходят фрагментированно По одному По-прежнему стоит Ноен Который думает Что человек за трактором Хотя Только что О май гадабан Парень делает Второй минус Посмотрите на Ники Это он из-за трактора Убивал Ну тем не менее Заходят на точку На дефолте В закрытую бомба Будет ставиться И есть Отличная Просто позиция От Never Give Up Которую он Во-первых должен реализовать Во-вторых Не палиться сразу То есть Ну выходит И вот Просто против двоих Оставляет опять-таки Супер Клач Мастера Ноена На дуэль с двумя И он на этот раз Справляется Наконец-таки Доброе утро Вся команда Пвп стайл 6-1 Первый раунд Не очевидный для себя Но берут тем не менее Ура Борьба будет Так Ну и что Надо с опенфрага Начинать Еще раз Пвп стайлом Здесь Немножечко Агрессии Замешанной С быстрой ходьбой И беготней Приводит к тому Что одного Все-таки в мэй не убирает Вот этот дым На самом деле Был зря Потому что Сиксея абсолютно Не видел прохода Вправо И в принципе Мог бы стать Легкой жертвой Который Там Человека Который его караулит Где он Вот он Панчер Панчер В принципе Здесь мог расправиться Непонятно Дым он кинул Или ему кинули Но на самом деле Еще и второй Такой Но вот Криватый дым По моменту На самом деле Более удобный Здесь Но АВП уже давно Ушло Начинаются сюрпризы Выходит человек Просто точки Б Никем не зачеканный Настолько увлекательная Борьба на меду Против троих Была у атаки Что они пропускают Себе спину Вставляют последнего Пьеса Мой любимый Мой любимый игрок Пьес И Счет 7-1 Пауза залетает От Never Give Up Счет 7-1 На коллективах На мажоре На каком-нибудь Когда люди делают Нереальные вещи После которых Граффити Создают Диффуз-бомбы В молотов Или в прыжке Дабл Савика ставят То есть там Именно заключается Игра на Нечеловеческих Способностях Которые Открываются В самый подходящий Скажем для этого Момент Когда тебе нужно Именно У тебя там Я не знаю Третий глаз Вырастает Или вот Савика дабл У нас все-таки Турнир нон-про Здесь Игра заключается Немного в другом моменте Момент этот Называется Кто меньше совершит ошибок Поэтому В общем Не стоит особо Удивляться Ну и Плюс знаю Допустим что Пвп стайл Это просто-напросто Микс Ну Говорится Без труда Не выловишь Призовой Из Пруда Поэтому Просто-напросто Собравшись Ну вот таких вот Маломальских сил В общем Миксам не хватает Хендфейсов Я Не знаю абсолютно Но видно что у них В общем Все довольно-таки уверенно То есть Более-менее Адекватные тайминги Можешь ВК чекнуть Что там такого Ты выложил Я знаю что я выложил Две одинаковые игры Там фишка в том Что я локалку Не писал допов Которые мы заскочили Со счета 12-6 По-моему Не писал локалку А твич Замьютил Начало и конец Ну Если как бы вам интересно Я выложу сегодня Эту игру Ну действительно Интересная игра Просто она без звука Начало и конец Ее будет Там три раунда В начале без звука И в допах Концовочка Без звука Потому что Партнерка у меня Не настолько сильная Пробивная На твиче И твиче Мне ее порезал По звуку По крайней мере А по поводу того Что нельзя на твиче Смотреть Записи Ну Это не я делаю Это не я там Хочу заработать денег Ну а чтобы вы Обязательно Сабскрайбились Просто Баг сайта Который Сука не фиксится Твичом Уже два года Почему-то На моем канале Я однажды Нажал эту кнопку Случайно А отжать ее Невозможно Сколько ты в ТП В Америку Не пиши Они В общем Видимо Решают проблемы Только хороших партнеров А я Такой себе Партнер Твича Тридцаточка Зрителей Для них Не показатель Бомба у нас Кстати Занесена Опять-таки На клач Пьес Пьес Вот же ж номер Ну вот Вчера кстати Пьес По-моему Оставаясь на клач Свой Свой как раз таки Вытащил Но тут Опять-таки Не совладал стрельбой Вот хочу обратить Ваше внимание Там были претензии Вчера Вот коллектива ПВП ставил Что там У кого-то 80 с чем-то Процентов Хэдшотов было Вот смотрите Ситуацию на контакт Раньше открывается Пьес То есть он стоит И контролит пиксель То есть ему не нужно Делать правый стрель Для того чтобы оказаться На Ну чтобы его прицел Оказался на сопернике Ему не нужно переводить Этот самый прицел Он стоит и контролит В пиксель Выходит чувак Давит его С точно такой же Эмки С 30 патронной У которой разброс Даже больше И просто-напросто Убивает его Не в голову А в тело И потом просто Предъявляет претензии Потому что там У чуваков Аймлок Или что-то в этом роде Ну вот как-то смешно Будет на самом-то деле Опять-таки Раскидка у нас дыма Выученная По крайней мере Хотя бы это Пвп стайлами Ну и в общем Это позволяет им На некоторый момент Оказаться в преимуществе На этой карте Но имеют они уже Панчера в спине И Панчер здесь Во-первых Собирает Критически важную Стратегически важную Информацию Давая своим Тиммейтам Перегруппироваться И по факту Оказываясь По всем фронтам У них в спине Ну а во-вторых Еще делает минус И тиммейт Моментально помогает Закрывает Вместе с панчером Этот раунд 9-1 Хэндфейсы Довольно-таки Уверенно чувствуют себя На карте кэш И пока камни на камне Не оставляют Соперников Я прошу прощения За голос Просто у меня Ну может быть Кто-то заметил Кто-то не заметил У меня нет отопления А на улице 0 градусов Поэтому Спать было холодно И похоже Что Это отражается На голос Немного Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Размахнись рука, раззудись плечо, и пофиг, что будет. Ну, не знаю, в общем, надежды должны возникать вот именно сейчас у PvP-стайла, потому что на самом-то деле пока что грустно за ними наблюдать, и если возьмут они в атаке 5 раундов, если им любезно предоставят, начнут какими-то штуками заниматься непонятными по своей уверенности хэдфейсы, то, в принципе, я буду рад. И хотелось бы посмотреть вторую половину, все-таки за сильную сторону, как кажется, по-видимому, и тому другому коллективу, ну, более что-ли балансную, когда раунды будут туда-сюда ходить. Путин, дай газ, да не в газе дело, просто у нас коммунальные системы, сука, подумали, что лето наступило две недели назад, оно действительно наступило, но когда лето кончилось, то... отопление взад они не вернули. А так у нас попытка реализации себя на точке А, причем с перекрестным огнем, и мэйн чуть-чуть опаздывает. Надо было спасать тиммейта, тем более что 100, и теперь невргивапу раскручивать. На ситуации 2 в 1, одного уже заспреивает, второго не видел на машине, но тот открылся с АВП и не попал, и Алексей Бобылев, он же в прошлом трик, теперь невргивап. Ну вот, опять-таки, смотрите, открытие под пиксель, через хае, оп-оп-оп-оп-оп-оп, и минус Леша. Да, друзья, сегодня конкурс будет, опять-таки, для зрителей. У нас осталось два скина из четырех, любезно предоставленных рулеткой нашими партнерами и друзьями, casewin.win, на которых вы обязаны просто играть, потому что там заходят лоу-коэффициенты, и пока что особо никто не топит, поэтому поживиться хорошими скинами можно довольно-таки безопасно для себя, скажем. Так вот, от этой рулетки предоставленные скины будут сегодня разыграны в количестве двух штук. Будет это нож с лезвием-крюком, и будет это АВП HyperBeast. Участвуют абсолютно все, я в том числе, девайсы прекрасные, поэтому вот вам в чате модеры постят ссылочки, вы по ним переходите, подписывайтесь, и, в общем, если будете сидеть на танцации и смотреть там ближе к финалу, то что-нибудь, возможно, выиграете. Опять фрагментированный выход на точку А. Вот мысль первая возникает у атаки, это занять трактор, но и с ней не справляется. Там же пошли ножом резы, тем не менее, бомба все-таки будет установлена, и бьется, застреливают. Ну, хочется сказать, как собаку, но это обидно. Ну, просто ник у него такой созвучно. Но на самом деле он молодец, хотя бы потому, что занес эту бомбу и дает своей команде шансы на экономическую составляющую в концовке этой половины. Осталось тут совсем немного, всего лишь два раунда, которые, ну, вот кровь из носа надо волю в кулак собирать и выигрывать, потому что со счета 14-1 это не трейн, который, ну, тоже изменили балансно, но, тем не менее, в общем, по статистике, скажем, хелтворк, камбэки вот такие вот случаются по большей части только лишь на трейне. Раньше, да, раньше зима 2014 года, команда Virtus.pro какая-нибудь, да любая команда, которая здесь играла в дефе, могла себе позволить проиграть атаку и взять на этой самой атаке один раунд, и потом точно так же камбэкнуть и перевести игру в допы или даже в игры. У нас все-таки сейчас весна уже 2016-го, времена изменились, команды научились играть в атаке, и здесь какая-то, какая-то касть на лиду, не могут в десятером выбить одну позицию цемента, ну и, в общем, тем не менее, выбивают ее, разменявшись для себя более-менее адекватно, один в один, но вот дальнейших мыслей нет, а их подкидывает коллектив Handface. Просто-напросто панчер выходит на отдачу, и эту самую отдачу совершает. Сильно каленые остаются, пьес. Больше нету. Что это было? Что это было за звук? Больше нету. Зонат залетел. Так, ну и что? По таким вот хп, конечно, нужно было искать дальних контактов, либо мутить страту какую-то, но, тем не менее, опять-таки удача на стороне, но недолго дропается бомба, неудобный момент, хаешка, и... А куда ж она прилетела? А, ну успел убежать, да, пьес. Пьес от этой хаешки за стенкой. Он перепрятался, ну и, в общем, опять у него... Ну хотя бы хаен, нет. Есть здесь тиммейт, Ноэн, который дорабатывает спину, можно бомбу проносить глубоко в плент, и, кстати, ставить ее на внешнюю сторону, поближе к хлп, с той стороны мишени, которой как раз-таки стоит Ноэн, но не туда эту самую бомбу ставит пьес. Тем не менее, Ноэн в концовке этого раунда хорош, и делает ключевые минуса. 12-2, второй раунд для коллектива... Пвп стайл все-таки залетает. Кекс пришел. Красавчик. Так, ну и смотрим. Последний. Последний раунд, где Сиксей делает, по-моему, второй минус из ВП всего лишь на этой карте. То есть однажды он уже опен. Я имею в виду опен. Не просто минус, а опен. Однажды он это сделал на миду, и вот второй раз, когда под Б выиграл дуэль снайперов, в общем, положил своего соперника, но здесь довольно неплохо спрейт панчер. Вейт сам Эдемы, но оно оставляет совсем карапулечки хп. Фрагментированно оказывается у нас так, что вот мне почему-то непонятен этот момент. На самом деле, отличное открытие, даже не так, отличное открытие по этой двери, но на самом деле здесь нужно было делать вот такую вот штуку под Б. Потому что, смотрите, один всего лишь человек остался, и про коллективы играют именно так. Но решили все-таки реализовать точку А, и пока что это делают успешно. Правда, ВП, вовремя потянувшиеся с хайвея, во-первых, убивает одного, во-вторых, с дефолта не отпустит своего соперника, и так и происходит. Опять-таки, клатч один в один, и постановка бомба почему-то опять на этот самый гребаный дефолт от атаки, хотя можно было в торец бочек ставить бомбу, под мейн отходить, но тем не менее, Кублакан дорабатывает 12-3. Пистолетный раунд на очереди. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Взяв пистолетку, покажут, скорее всего, нам сейчас класс. Понимаете, в чем дело? Имея запас в 8 раундов, коллектив хендфейс, вот вангую, смотрите, они сейчас будут удивлять на вот этом и следующем раунде. Они, скорее всего, будут пушить экономику своих соперников, потому что находятся за атаку, и, в принципе, им особо ничего не угрожает. Каждая занесенная бомба — это бай в следующем раунде. А вот у ребят из PvP Style это последние шансы. И здесь даже бы попасть бы хотя бы, но, прячась в дыму, тем не менее, делает один килл Never Give Up и сразу же моментально его, точнее, сексея, разменивает. Ну, вот то, о чем я говорю, в общем. Удивление начинается с самого порога. Два тяжелых девайса стоят по массу распрея от Never Give Up. Все-таки застрелял где-то на 20-м патроне, и релот ему понадобится. По этому моменту он пропускает своих оппонентов. Если бы была полная обойма, то, скорее всего, спрейл бы и не пропускал. Ну и PvP Style отдают второй раунд. Просто-напросто тэкам под брошенный смачок решили в это дело ворваться, удивить, но тэкам только лишь одно удовольствие — встречать соперников на близкой дистанции, чем они, собственно, целиком и полностью воспользовались и 13-й раунд для себя взяли. В общем, даже не понадобилось здесь думать и как-то чего-то мудрствовать лукаво, выжимая из себя тактики и какие-то неоправданные врывы, неоправданные тайминги. Просто-напросто удача пришла сама в лапы хэндфейсом, и они этот раунд берут. 13-4, в общем, абсолютно без девайсов. На отдаче 14-го будут играть PvP Style, и следующий для них девайсный, но это уже будет 14-й, и... Только лишь... Только лишь... Ну, одна попытка, что ли, вернуться в эту игру без отдачи матчпоинта. Я напоминаю, что мы с вами смотрим игру последнего шанса, где команда проигравшая займет почетное четвертое место в One Moment Game CS Win Big Weekend Cup под номером 1 и 2500 рублей на команду, то есть 500 рублей на человека. Ну, если там есть какие-то, может быть, менеджеры, штатные массажистки или что-то в этом роде, то поменьше, а так по 500 рублей на человека, ну и почетное четвертое место. Далее, кстати, мы с вами будем смотреть финал нижней сетки, где у нас будет команда-победительница этой пары играть и команда, проигравшая в финале винеров, где на данный момент у нас встречаются Арварсы и... не помню, кто. Арварсы... с кем-то? С кем-то, с кем-то, с кем-то. Аж плакать хочется. Море фанат в чате у PvP Style, но... Ну вот, знаете, если сравнить хорошую игру хорошей команды с гладкой, такой заполированной и залаченной битой, допустим, да, то игра PvP Style вроде как бы тоже деревянная, ну в том плане, что и бита тоже деревянная, но... Ну это бревно, блин, все в занозах, в торчащих сучьях, ну то есть необработанное бревно, еще из леса привезенное какое-то такое, мокрое, может быть, даже или в листьях каких-то, ну вот, то есть добито до гладкой полированной, которая бы приятно ложилась по черепу при ударе, им еще далековато, хотя вроде тоже как бы из того же материала состоят, да, и есть стрельба, там есть некоторые моменты непонимания, и клатчи могут товарищи тащить, но 15 раунд они, тем не менее, отдают, и... Ну и без девайсов остаются на последней для себя печальная ситуация, ну печальная ситуация здесь, в общем, размененная на количество 20 раундов, то есть не бум она свалилась с неба, а началась с самого начала на этой карте, поэтому не все так плохо, и расстроиться моментом им не удастся, а можно было копить себе это чувство целую карту, не так обидно, скажем, это не 16-14, ну и плюс попадание в деньги, я думаю, тоже приятный момент, вот зачем сбрасывает бомбу у плани. Так, ну ожидая пистолетов, я так понимаю, просто контроль карты у нас идет от хендфейсов, в общем, стоят они... Ой-ой-ой, какие у меня тут рисунки... Стоится просто линия без выдвижения, то есть по трем фронтам, ну и примерно точно такая же линия, везде, кстати, по одному, и единственная точка, которая укреплена в два человека, это Б. Пошли разменчики, как раз-таки от атаки, попытка врыва на ту самую укрепленную, ну и... и без шансов заходятся, несмотря на то, что здесь вроде и хилпа, и плэн стояли, но пропускают и того, и другого, и, кстати, безразменно, ну и остается на ретейк закрытой бомбы вдвоем против троих, причем у одного ВВП на дальней дистанции будет контролить, и два калаша стоят у нас глубоко в плэнте, а как это вскрывать, непонятно. Примерно вот та же ситуация, если у вас консервная банка с тушенкой, а ножа, чтобы открыть ее, не присутствует, и вы, блин, камнем или там рукой пытаетесь ее вскрыть. Ну, без шансов, и Шнад 4 констатируем счет мы этой игры, поздравляем коллектив Хэнфейс. С проходом можно сказать, что это полуфинал, называть финал нижней сетки, ну а коллектив ПВП Стайл с четвертым заслуженным местом, они молодцы, проявили себя, и, в общем, две с половиной тысячи рублей, им будут утешения. Мы с вами уходим на небольшенькую паузу. Так, в 14.30 мы начинали примерно, а сейчас 15.15. Следующая игра у нас на... 14.30, на 16.00, но я думаю, мы пораньше начнем, потому что там, скорее всего, тоже ребята доиграли, как только демки и все дела будут загружены, то начнем, но я перед этим к вам все равно вернусь. Все равно вернусь, и расскажу, когда же это все дело будет, пока установлю небольшенький таймер, посмотрим рекламу, послушаем музыку, и никуда не расходимся. Субтитры сделал DimaTorzok